Друзья, мы сейчас на самом деле находимся не в тропиках, я по-прежнему нахожусь в городе Санкт-Петербурге, но мы находимся в некой импровизации тропиков, здесь живут и бабочки, и необычные совершенно рыбы, и есть даже целый черепаший остров, конечно, здесь много бабочек, они превалируют в большинство, но вместе вот с этим всем великолепием соседствует настоящий целый город муравьев, муравьиный город, и они живут по определенному механизму, который отлажен лучше, чем в нашем современном обществе. В целом мы старались создать такие условия, которые будут полностью соответствовать тем условиям, которые муравьи имеют в природе, то есть наши формикарии, это дома, в которых живут муравьи, они выполнены по образу и подобию, а наших домов, естественно, человеческих, но при этом они, можно сказать, нашпигованы последними технологиями мирмекиперства, то есть специалисты, кто занимается содержанием, разведением муравьев, уже в течение многих лет выработали различные свои ноу-хау, с помощью которых можно создавать условия для муравьев дома, такие же, как они имеют в природе. Муравьи, в принципе, отличаются от людей тем, что они не спят вообще, они иногда отдыхают, но понятия сна у них нету, поэтому работа здесь идет и днем, и ночью, и, в общем-то, даже не зависит от освещения. Муравьи в природе живут всю свою жизнь, за исключением тех моментов, когда они выходят на улицу, наружу, они живут в полной темноте, прекрасно там ориентируются и общаются с помощью химических сигналов. Каждый муравей знает точно, что ему делать. В этом, в общем-то, основная загадка, наверное, касаемая жизни муравьиной колонии, что, в отличие от нас, у муравьев нету никаких рычагов контроля, давления или управления. У них нет начальников, нету руководителей, нету полиции, нету зарплаты, нету ничего, чем регулируются отношения в человеческом обществе. Но при этом муравьи, каждый отдельный из них точно знает, что и когда ему делать. И, как мы видим, справляются они со своей работой на ура. Сейчас население этого муравьиного города составляет 2-2,5 тысячи муравьев. Оно будет расти, как сказали нам организаторы, вырасти до 5 тысяч муравьев. А продолжительность жизни около 25 лет. Ну, я думаю, муравьи, ребята, настоящие трудоголики, еще успеют отстроить дополнительные муравейники, и, возможно, здесь появится даже свой стадион. Денис Ладонкин, Алексей Огородников, Live 78. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова